Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Тема сегодняшнего урока о еврейских законах непосредственно связана с недельной главой. В недельной главе, в конце недельной главы Ваихи умирает Яков, и написано, что Йосиф приказал своим врачам его бальзамировать. Многие комментарии задаются вопросом, почему Йосиф это сказал. Есть интересный комментарий Рухаим, который говорит, что поскольку тело Якова было таким святым, что оно не разлагалось бы, египтяне бы сразу его обожествили. И поэтому, чтобы скрыть его святость, Йосиф сделал этот процесс бальзамирования. В любом случае, я хотел бы коснуться законов еврейских похорон. Заранее хочу предупредить, что все законы — это общие законы, которые я буду рассказывать. И практически, чтобы мы все долго жили, чтобы долго не надо было, но если какие-то вопросы возникают, конечно, в каждой ситуации, в каждые моменты играют большую разницу, поэтому надо, конечно, соответственно, посоветоваться. Я просто общий обзор дам. По законам Торы есть митсвы, есть обязанность похоронить человека, который скончался, есть митсвы, его похоронить, вплоть до того, что написано, что Коэн, который никогда не должен ходить на кладбище, даже Коэн Гадул, первый священник, который даже не ходит на кладбище к своим близким родственникам, если никого другого нету, он должен пойти похоронить еврейский труп. То есть в иудаизме большое место уделяется уважением к трупу, и похороны этого трупа — это обязанность. В истории прямым текстом написано, что мертвеца надо похоронить. И мы видим, что этому относятся очень важным. Интересно, что Иосиф на его бальзамировал. Это не является ни в коем случае еврейским обычаем. Наоборот, приводится в книгах, что пока тело не полностью разложено, душа как бы еще не полностью поднимается на верхние миры. То есть по-своему для души хорошо, когда тело мирно разлагается. С другой стороны, это не принято ускорять этот процесс. Был вопрос, или можно его как бы процесс разлагания ускорить, это тоже не принято. То есть общепринятые обычаи просто хоронить, даже в некоторых общинах не хоронили в гробу, чтобы тело спокойно могло разложиться. Но не ускорять и никого не вмешиваться — это был общепринятый еврейский обычай. Теперь два спяток, которые я хотел задеть. Это насчет кремации, которая крайне запрещена по законам еврейских обычаев. Учитывая то, что я сейчас сказал, есть мидсвы именно похоронить труп. Более того, есть интересная геморра. Геморра говорит, что когда тело разлагается, это тело имеет боль, то есть мертвец как бы чувствует боль, как живой человек. Это изречение встречается в двух местах тому, да? И есть разные объяснения разных мудрецов, как понимать. Некоторые говорят, что это вообще нельзя ни в коем случае понимать дословно, что имеется в виду, что живой человек переживает за свое тело, но почти все объясняют, что у души после 120, когда душа покидает тело, поскольку у души все еще остается связь с его телом, и душа страдает, когда душа видит или чувствует, это уже другой вопрос, что происходит с телом. Поэтому надо понимать, что как бы мы эту геморру не объясняли, как бы мы это изречение Талмуда не объясняли, есть очень серьезные соображения, что душа все еще соединена по-своему с телом, и любое нехорошее действие, которое мы делать будем с трупом, это влияет на эту душу. Поэтому с собой разумеется, кремировать нельзя. И еще одна причина, почему евреев никогда этим не занимались, потому что мы верим, что трупы воскреснут, и что-то от этого труба должно остаться. Должны там специальные косточки, которые остаются, с которого потом этот труп воскреснет. Интересно, что рассказывают, что в этих страшных лагерях, когда уже все трупы сжигали, там все-таки находились действительно маленькие белые косточки, которые рассказывают, что это та косточка, с которой будет действительно воскрешение. Однако сжигать труп, конечно, это строго запрещено, и даже там есть разные исключения, но в целом это очень нееврейский обычай. Вплоть до того, что есть вопрос, что если кто-то завещал, чтобы его кремировали, что есть очень серьезное мнение, что даже родственники не должны о нем сидеть. Траур, потому что он как бы отрекся от еврейского народа. Опять-таки, практически, даже если кто-то себя кремировал, обычно надо посоветоваться с кем-то, или действительно о нем... Обычно надо говорить все-таки за такой человек, как Адиш. Но я просто хочу привести примерно, сколько это сурово и как бы не принято у евреев. И чрезвычайно еще один вопрос, что после смерти или можно делать на трупах такие эксперименты, и что еще чаще встречается, может ли человек быть донором во многих странах мира, особенно пишут в индейских правах, что человек пишет, что он им разрешает потом пользоваться органами его тела, если, не дай бог, он попадет в какую-то аварию и так далее. Можно ли написать, чтобы пользовались его органами тела? Этот вопрос уже возник несколько сотен лет назад в Праге. Главное время Прага пишет. В те времена была другая история. Они не умели делать пересадку органов еще. Но врачи учились на трупах. И был один еврей, который за деньги написал бумагу, ему заплатили, что после смерти он разрешает ставить эксперимент на его трупе. И главный овен Праги, Ихэскл Ландо, пишет, знаменит, как Ной Дуби-Юда, он пишет, что если действительно сейчас реальный вопрос опасности для живого кого-то, и благодаря этому вскрытию мы можем помочь, реально кому-то мы действительно можем помочь, тогда, да, действительно, но обычно все эти вскрытия, это просто врачи пытались узнавать, и они в итоге таки научились. Но евреи не имеют права позволить, чтобы уродовали его труп, опять-таки, или потому что душа все еще чувствует, и просто неуважение к трупу. Труп точно так же, как любая книжка из Сефертоира, даже когда книжка порвана, или Сефертоира становится некошерной, мы должны к этим вещам, святым вещам относиться с уважением. Точно так же приводится, что еврейский труп – это все-таки то тело, с которым душа делала все эти судьбы для всей своей митцы, поэтому должно быть уважение, и поэтому Хэскл Ландо пишет, что нельзя никаких экспериментов ставить. Кроме этого пишется, что обычно, когда делается пересадка тела, пересадка органов, очень часто человек еще не до конца умер. То есть, может быть, с точки зрения медицины медики его считают мертвым, но очень часто логически человек все еще не считается мертвым, поэтому в любом случае это не еврейский обычай давать свои органы после смерти. Опять-таки, если действительно какая-то реальная ситуация, когда, например, в семье какая-то болезнь, они действительно хотят сделать вскрытие тела, чтобы понять, что произошло, чтобы другим помочь, но просто сделать вскрытие для интереса, чтобы узнать, что произошло для интереса, что там действительно, от чего человек умер, чтобы было что записать в бумажке, это ни в коем случае нельзя делать. Все, конечно, знают анекдот с советского времени, что вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. И это, кстати, тоже еще одна причина, почему нельзя делать вскрытие, потому что в былые времена не было еще уверенности, что человек полностью умер. В любом случае, эти еврейские законы, они касаются еврейских похорон. Дай Бог, чтобы действительно, чтобы все мы жили здоровы, были, и чтобы действительно мы удостоились, то, что я упомянул, что мы молимся и просим в Машмана Асре, чтобы Всевышний был Михаил Мессим, чтобы он оживил трупы еврейские, и много есть пророчеств про это. Дай Бог, чтобы мы действительно удостоились все это увидеть. Спасибо за внимание, и до встречи в эфире.